Как вы относитесь к тому, что сейчас идет разговор о принятии поправок? Вообще в целом, это для вас качественный шаг вперед будет для России или это все-таки негативный? Не, наверное, все-таки здесь больше положительного, чем нас касательно, потому что уже само время дает о себе знать, что нужно что-то делать, что-то менять именно в лучшую сторону, чтобы и граждане могли более свободно говорить свою позицию, свои мнения. Поэтому, конечно, это более, наверное, качественный шаг в хорошую будущую страну. А вас не смущает то, что, смотрите, насколько я знаю, там около 400 поправок, то, что нам придется голосовать либо за, либо против, то есть, да, среди этих 400 могут попасться, ну, которые, скажем, вас не устраивают, а вам придется ответить либо да, либо нет, на все вместе, другого пути нет. Я пока не понимаю, в какой форме будет голосование. Изначально я понял так, что будет бланк, да, будет, допустим, одна поправка, за которую я могу проголосовать либо за, либо против. И так по всем. Такого не будет, там около 400, и вы помните, как Элла Панфилова на днях сказала, это как комплексный обед, либо вы берете его, либо не берете. Ну, конечно, здесь, наверное, будет очень много таких вот, ну, не совсем, как бы, адекватных, может быть, позиций. Наверное, не стоило бы так подходить к этому. Потому что, ну, даже в комплексном обеде кому-то может что-то не понравится, у кого-то на что-то аллергия. Так же и здесь, в нашей, ну, повседневной жизни, конечно, я могу быть за то, что у нас, допустим, ну, где-то там улучшится жизнь, да, в каком-то, а другой момент меня может, ну, как-то, может быть, смущать, или я, наоборот, не захочу его даже понимать. Конечно, это, ну, не совсем правильно, полностью комплексно принимать все поправки, либо их отклонять. Скажите, вот вам сколько лет? Мне сейчас 33 года. 33 года. Вы, значит, наверное, слышали, да, по крайней мере, если даже не проживали этот период, когда-то долгое время был так называемый застой, как вы называли в советское время, да? В 80-е годы. Да, то есть, когда долго человек находился у власти. Вас не смущает то, что сейчас идет предложение о том, чтобы разрешить Путину заново баллотиться, то есть продлить его срок пребывания у власти? Ну, я вчера смотрел по телевизору как раз то интервью президента, где он выступал перед депутатами Госдумы, где он сказал, что он действительно по поводу обнуления сроков, что он этого не поддерживает, что мы должны вместе все качественно доработать до 2004 года, вот, ну, а потом уже дальше видно будет. В настоящий момент, если так говорить, ну, срок у президента закончился в 2004 году, я все-таки, ну, считаю, что, думаю, что, скорее всего, после 2024 года россияне изберут нового президента. Да, ну, видите, если вы вчера слушали его внимательное интервью, то он сказал, как, он говорит, я как бы не поддерживаю, да, в общем-то, чтобы вот так вот изменить отношение к сроку, но при этом, если, говорит, народ решит так, то он дает понять, что я не вроде. Здесь есть несколько, опять, сторон, сейчас реализуются, реализуются по всей стране нас проекты, которые там очень большой вклад внесут в экономику, то есть здесь уже будет видно по самим людям, по самим жителям, да, вот если до 2024 года произойдет какой-то, может быть, более положительный, что ли, сдвиг там в экономике, хотя мы сейчас видим, уже доллар там перевалил, да, черту 70 рублей, и, как бы, тоже здесь не знаю, о чем говорить, вот, может быть, люди почувствуют, что что-то изменилось в лучшую сторону, в любом случае, ведь голосовать будет народ России, избирать нового президента, и пока еще... А вы верите в честность голосования, как и в честность выборов? Ну, вот, как сказать-то, раньше не верил, а последние раза два, и в том числе на муниципальных выборах, вот, просто есть такие претенденты, где, просто если берем муниципальные выборы, да, то есть здесь есть претенденты, где, да, человек действительно, которого поддерживают, которого, не за которого, допустим, та же самая правящая власть, да, допустим, а абсолютно другой человек приходит и выигрывает эти выборы. Здесь, да, я стал смотреть, что эта система, по крайней мере, муниципальных выборов, она прозрачная, и люди приходят, и даже которые, порой, были, как бы, не поддерживались правящей власти, но приходят, начинают работать, и работают качественно. Скажите, вот вы сейчас упомянули такую фразу по поводу нацпроектов, вы говорите, вот они реализуются, а вы можете назвать хотя бы один успешный нацпроект? Ну, я могу сказать, допустим, про нацпроект «Демография», вот, в плане, он под собой несет несколько федеральных проектов, есть такой проект «Спорт норма жизни», вот, если мы говорим про «Спорт норма жизни», то здесь, да, действительно, появилось федеральное финансирование, появилась возможность региональным бюджетам получить деньги, получить новое оборудование, получить новые площадки, особенно на отдаленных регионах, это чувствуется, это поддержка, которой до этого не было. Здесь я могу оценить положительное, по крайней мере, с тем проектом, с которым, ну, я сам сталкивался, с которым я вижу, здесь, да. И такой вот еще интересный факт, вы, наверное, слышали в прошлом, если я не ошибаюсь, Кудря, то есть счетная палата, пришла к подсчетам, пришла к такому выводу, что территории обережающего развития, так называемой Торы, все проекты провалились. Не будет то же самое с нацпроектом? Здесь большая ответственность лежит на субъектах, субъекты заинтересованы в освоении средств, в том, чтобы эти средства, оно пошло на пользу. Вот вы, наверное, знаете, да, что голосование планируется на 22 апреля? 22 апреля, да. Вы знаете, что произошло на 22 апреля 150 лет назад? Я знаю, что 22 апреля – это день рождения Ленина. Как вы думаете, это совпадение или в этом есть какой-то крамольный, так сказать, смысл? Вчера мы с коллегами об этом разговаривали, но, скорее всего, это просто совпадение сейчас. Я думаю, что когда Госдума, ведь, да, назначала дату, наверное, я думаю, что они об этом не думали. Спасибо вам большое, очень было приятно. И глаз народа, скажите, пожалуйста, а может быть, настало время перестать играть в выборы и сменить систему, так сказать, установить традиционную для Руси монархию? Да, скорее всего, нет, потому что время идет, страна развивается. И, наверное, сейчас просто уже, ну, знаете, исторически не получится, чтобы монархия опять была и чтобы это все было. Хотя я не против этого.